МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» В студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютьюбе. Смотрите в этом выпуске. Одни согласованы, другие нет. В Барноле прошла самая массовая за 15 лет протестная акция. Тысячи участников и десятки задержанных. Пожары, ДТП и смерти. Какими происшествиями отметились морозные выходные? От биткоина до кофебрейка с преподавателями. Как студенты отметили Татьянин день. Барнол пережил самую массовую за последние 15 лет политическую акцию. Она прошла стихийно, то есть без разрешения на то властей, но удивила количеством участников. Только по официальным данным это порядка двух тысяч протестующих. Несколько десятков по итогам шествия задержаны. О несогласованной акции подробнее в сюжете Анастасии Дороган. Площадь Совета в 2 часа дня. Горожане постепенно подходят один за одним и уже через каких-то полчаса толпа митингующих. Все они решили принять участие в несогласованном митинге за позиционера Навального. Своими действиями нарушаете федеральный закон номер 54 ФССР. Конституции! Не забудьте конституции! О собраниях, критиках, 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 критиках. Сторонниками оппозиционера. Люди говорили о том, что пришли просто выразить свое негодование. Я не сторонник Навального. Сейчас пока политической альтернативы нет. Хотела бы в первую очередь коррупцию убрать из власти и четкое исполнение законодательства. Без того, что вот сейчас придумываются законы, которые не для народа. Тема пенсии, низких зарплат, грабительских, коммунальных плавно перетекала от одного к другому участнику. Толпа от площади двинулась вниз по Ленинскому проспекту. Около медуниверситета ее развернули. В целом, хаотичное шествие было мирным, но без провокаторов не обошлось. Кое-где участники шествия обкидывали правоохранителей снежками, а некоторые оскорбляли представителей власти. Официальных данных по числу задержанных нет, но, как сообщили правоохранители, в полицию было доставлено несколько десятков человек. Большинство нарушителей понесут административное наказание. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. 23 января в столице края прошло еще одно политическое событие – митинг ЛДПР. В отличие от предыдущего, это мероприятие было санкционированным, но и в разы отличалось числом участников. Либерал-демократы выстроились перед памятником Ленина. Но условно искали поддержки у вождя пролетариата. Поддержать их посыл за честные выборы пришли порядка 40 человек. Единомышленники подчеркивали, неважно, на каком уровне проходят выборы – в региональный парламент, Госдуму или на пост президента. Избирательная система должна быть прозрачной и ходить на выборы нужно. Правда, прежде стоит хорошо подумать о том, кому отдавать предпочтение. У нас есть так называемая несистемная оппозиция, все мы ее видим. Ни к чему хорошему она не приводит на сегодняшний день. То есть это опять же мы видим саботаж народа, который, ну как бы многие не знают, да, что происходит и куда идти, куда податься там. Ну в основном это молодежь. Молодежь, и причем молодежь такая, которая еще и несовершеннолетняя. Это неправильно, их привлекают через соцсети. Не думают о будущем подрастающего поколения. Они прут на своей волне. Так неправильно, так не должно быть. Сотня эвакуированных, несколько погибших. Минувшие выходные отметились и чередой чрезвычайных происшествий. Подробнее о них в кратком обзоре от Ильи Кочеткова. Барнаульская девятиэтажка. Раннее воскресное утро. Неожиданно жильцы замечают дым на лестничной площадке. Люди звонят пожарным и еще до их приезда начинают эвакуироваться. Порядка 50 жильцов успели покинуть дом самостоятельно. Еще 25 из задымленного здания выводили уже прибывшие спасатели. Как выяснили сотрудники МЧС, вероятным источником дыма оказалась ванная одной из квартир. Ее сильно повредило огнем. Причины возгорания уточняются. Еще один сильный пожар произошел вчера утром в городе Камин-на-Аби. Горел частный дом. Увы, здесь не обошлось без жертв. На момент прибытия пожарных крыша дома уже горела открытым огнем. В ликвидации огня были задействованы 4 единицы пожарной специальной техники и 15 человек личного состава. В ходе разведки и тушения возгорания огнеборцами были обнаружены двое погибших. По словам соседей, погибшие мужчины злоупотребляли спиртными напитками и нигде не работали. Скорее всего, по мнению спасателей, погибшие не смогли выбраться из горящего дома. Причины пожара также устанавливаются. Спасатели отмечают, обстановка с бытовыми пожарами в Алтайском крае остается напряженной. Только с начала года произошло 402 пожара, на которых погибло 26 человек, 9 пострадали. Увы, печальные сводки пополнились и серьезными ДТП. Так, на трассе Биск-Белокуриха у фуры отказали тормоза, и она буквально протаранила легковой автомобиль, что двигался во встречном направлении. По словам очевидцев, серьезные травмы получила пассажирка легковушки. Илья Кочетков, День с толком. И вот буквально перед выходом выпуска новостей стало известно об еще одном происшествии, которое напрямую связано с морозами. Так, сильных холодов не выдержал рейсовый автобус. Он сломался на трассе Рубцовск-Белокуриха. В минус 38 салон начал быстро охлаждаться, но, к счастью, пассажиров. Спасатели прибыли оперативно, людей обогрели и отправили попутным транспортом. Между тем, на ближайшие сутки в край объявили штормовое предупреждение. Причина – чрезвычайно низкие температуры, которые установились на большей части региона. По прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь столбик градусника местами опустится до минус 40, днем будет минус 30. Такая погода приведет к тому, что в воздухе над Барнаулом и Бийском образуется смог. Правда, уже в среду погода изменится. Потеплеет до минус 8, но при этом поднимется сильный порывистый вечер. Ветер. Пока же остается добавить, что из-за сильных морозов в крае массово отменили автобусные рейсы. На данный момент их закрыто уже 54. Более 150 человек уже привились от коронавируса в мобильном комплексе, который расположен в Барнауле на площади Сахарова. Как работает процедурная на колесах, мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. А пока – к свежей статистике. За сутки в кровидных госпиталях края умерли 15 человек. В тяжелом состоянии находится 375 пациентов. 114 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По-прежнему каждый день в лабораториях края фиксируют высокие цифры по заражению. Сегодня 192 случая. Более 30 тысяч жителей края получили помощь от волонтеров во время пандемии. Таковы итоги акции, которые подвелись сегодня в АКЗС на студенческом конвенте. Напомним, в марте прошлого года в России, в том числе в Алтайском крае, была запущена акция «Мы вместе». Только из медуниверситета к ней присоединилось более тысячи студентов. Волонтеры совершенно бесплатно развозили продукты и лекарства людям пожилого возраста, для которых выход на улицу в разгар коронавируса мог стоить жизни. «Направление волонтерской помощи в рамках акции – это оказание помощи пожилым маломобильным людям, доставка продуктов питания, лекарственных средств и также помощь региональному здравоохранению. Это работа в колл-центрах, медицинских организациях и доставка бесплатных лекарственных наборов для больных коронавирусной инфекции». Кстати, в АКЗС сегодня обсудили проекты студентов из разных вузов края, которые могут стать столь же масштабными и важными. Это социальные и научные проекты, опыт учебы на дистанте и даже творчество на удаленке. Больше 10 тысяч молодых людей, которые получат профессию в учебных заведениях края, сегодня отмечают праздник «День студента» или «Татьянин день». Несмотря на аномальные морозы, традиционные мероприятия не отменили. В минус 35 состоялся и крестный ход, и молебен. Но основная масса торжественных событий ждала студентов в их альмаматор. О самых ярких мероприятиях в материале Валентина Аскеровой. От Никольской церкви до часовни святой великомученицы Татьяны. Несмотря на стужу, этот крестный ход по сравнению с прошлыми годами участников не оскуднел. Священнослужители, студентов, преподавателей и просто всех желающих согревало праздничное настроение и горячий чай. В честь Дня российского студенчества по традиции прошел и молебен. В холле поют в октовом зале проводят аукцион. От громких гуляний в Татьянин день из-за продолжающейся пандемии в педуниверситете отказались. Студенты придумали другую забаву. Менее шумную, но озорную и с финансовым уклоном. Ребята меняли заработанные ранее биткоины собственную валюту ВУЗа на ценные призы. Экзамен кафедры информационных технологий. Начальная ставка 400 биткоинов. Сложные экзамены, катание на коньках с преподавателями. С ними же кофе-брейк. Стартовая цена лота – 250 биткоинов. Но за возможность провести время с любимым преподавателем в неформальной обстановке студенты готовы отдать всю валюту. На самом деле студенческое время – это такое, знаете, озорное, когда ночами не спишь, готовишься. И мы подумали, почему бы студентов, которые активно проявляют себя в жизни ВУЗа, не отблагодарить. И наши педагоги, наши преподаватели с удовольствием пошли к нам на встречу, поддержали нашу такую идею. Вот, например, сейчас мы слышим, что там за тысячу продают сюрпризы от деканов. Но скажите, когда еще мы можем вот так вот просто получить какой-то сюрприз или подарок от руководителя нашего факультета? Как праздновать будете? Чаем? Ну, пока что, да, чаем. Такой стол, собственно говоря, тоже приятно. Тем более, что бесплатно. Студентов денег не всегда много. Пока чаем или чуть позже? Нет, только на чай все остановится. Завтра у нас... Разгульно отмечать свой праздник его виновники не собираются. Они заверили на завтра занятия. А значит, обойдутся чаем и сладкими пирогами. Для бедного студента, как говорят ребята, это уже неплохо. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Бичане все чаще жалуются на агрессивные стаи собак. Проблема эта в Наукограде существует не первый год. Ситуацию сегодня пояснил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров. В рамках пресс-конференции его спросили, как сейчас обстоят дела с безнадзорными животными в городе. Как показывает практика, стаи собак, которые у нас сегодня имеются в ряде микрорайонов города Биска, имеют сезонное явление. Почему? Потому что владельцы на зиму выпускают животных. Потом, когда начинаем отрабатывать животные, владельцы находят своих животных, значит, и возникают определенные вопросы. Сами понимаете, что за один-два года, хотя эта тема кончается уже не один-два год, по безнадзорным животным мы работаем, но вопросы, они определенные есть. Определенные вопросы есть. Значит, это отсутствие, все-таки мы говорим, что регистрации на чьих домашних животных, это собаки, кошки, наличие кормовой базы, это свалки. Ну и сами понимаете, вот неадекватное отношение некоторых владельцев этих собак. Еще один актуальный вопрос, который интересует жителей края, куда обращаться, если хозяева животных не убирают за своими питомцами продукты их жизнедеятельности. К слову, происходит это с завидной регулярностью. Руководитель управления отметил, что их ведомство может проводить соответствующие проверки. Если подобные нарушения имеют место быть, можно обратиться по адресу в Барнауле, Короленко, 109. Специалисты обязательно проверят и могут наказать нарушителей штрафами. А теперь к новостям спорта. Алтайские спортсмены впервые привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата России по греко-римской борьбе. Что им пришлось преодолеть ради этих наград и готовы ли они побеждать на международных стартах, расскажем далее. Это финал. Алтайский тяжеловец Виталий Щур борется за золото. И, возможно, он смог бы выиграть, если бы не последствия болезни. Легкие после ковидной пневмонии пока не те, что раньше. Я тут одна встреча была и, получается, немного подзадохнулся, что ничуть не хватило. И от этого все ошибки пошли. Ну и психологически чуть-чуть. Но даже в такой, не самой лучшей физической форме, Виталий выполнил главную задачу. Вышел в финал и стал серебряным призером. А вот Алексей Тадыкин сумел взять золото в категории до 63 килограммов. Хотя, как многие успели заметить, некоторые встречи он начинал не очень активно. Все соперники равны. Тут характер включился в характер. В конце второй дожать, все, победить. Больше желания у меня было, значит, победить, чем у них. Жаль, что не олимпийская весовая категория, но это не моляет победы. Тоже есть чемпионат Европы. Будем надеяться, что он будет претендовать однозначно на него. Так же и по ребятам. Бронза еще у одного нашего спортсмена Юрия Тупаа. Все трое призеров в сборной России. Так что есть возможность попадания не только на чемпионат Европы, который состоится в Польше в апреле, но и на Олимпиаду в Токио. Главное, чтобы болезни остались позади, и была возможность тренироваться по полной программе. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. К новостям культуры. Сразу две выставки открылись в художественном музее края «Мгновение души моей». Это первая персональная выставка Натальи Акимовой, члена Союза художников России, педагога Института культуры в стенах художественного музея. Всего же их было более 20. Формируя экспозицию, она решила показать все грани своего творчества. Портреты, натюрморты, пейзажи. Есть совсем свежие работы, написанные уже в пандемию. По словам Натальи Акимовой, художника невозможно удержать в мастерской. Он постоянно тянется к прекрасному. Для нее это родная природа и близкие сердцу люди. Выставка будет работать до 7 февраля. А в соседнем зале художественного музея разместили работы Павла Басманова, художника и коллекционера. Здесь есть картины, написанные в 1930-х годах. Искусствоведы, говоря об авторе, называют его мастером, который стремился к очищению художественного образа от всего лишнего. Он не прописывал детали или черты лица, создавал настроение. В музее хранится более 30 работ Павла Басманова. На юбилейной выставке, посвященной 115-летию со дня рождения автора, представили всего 7. Но практически все зритель видит впервые. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Продолжение следует...